Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Феденька, ты бы не мог мне помочь? У меня ноги затекли. Не положено. А ну, включите свет! Нам приказали говорить на «ты». На «ты»? Успеем перейти. А это очень сложно. Это непросто. Надо привыкать. Я поняла. Они делают из меня подсадную или наседку. Как правильно? Не знаю. Сколько человек в охране? Они здесь где-то рядом? Едут со всеми удобствами? Почему? Я не могу выйти на полустаночки и остаться где-нибудь в лесу на пазике. Здесь водятся пчелы? Дикие. И болото кругом. Утопните в своих туфельках. Можно я буду вас называть Федюш? Должна же я привыкнуть к роли соломенной невесты? И может ли невеста называть жениха товарищ Федор? Ну вот, правильно. Все не то. Все из мяток. Какой идиот паковал мои вещи. Так, я могу выйти, умыться, переодеться? Или не положено? Я провожу. Совсем забыла. Прошу. От мужа секретов нет. А я старая. Я тебе не нравлюсь. Впрочем, когда наш папенька оказался плохим человеком, врагом, я автоматически перестала нравиться многим. Перестала учиться в университете. Петеньку моментально попросили подать в отставку. А потом я понравилась одному очень хорошему, ответственному работнику. Эдуарду Долгову. Он сделал для меня уйму добрых дел. Познакомилась с кучей луреатов сталинской премии. И с моей стороны было бы непорядочно не выходить за него замуж. Ну и вот беда. Мне стали нравиться луреаты и совершенно перестал нравиться добрейший Эдуард Долгов. Никогда, Федор, не верь. Женщина моего типа. Как правило, они коварны, алчны и продажны. Да замолчишь ты когда-нибудь, а? Ну ведь вторые сутки не сплю. А она несет-несет какую-то околесицу. Просто все, я определенно. А вы все городите, черт знает что, от зажратости. Прошу прощения. Спокойной ночи. Счастлив тот, кому положено. И определено. А? Что еще? Что еще? Приятных снов. Спасибо. Ну, где охрана, где свита? Где надо, можешь не сомневаться. Мы возьмем такси. Извозчика не желаете? Понятно, глупые вопросы. Точнее, запросы. Он меня убить может. У него бывают порывы ярости. Когда идет что-то не так, он слепнет. Кто? Братец мой, Петечка. Если он узнает, что я приехала по его душе, то... Не узнает. Так, сейчас паспорт приготовь. Потом возьмешь меня под руку. Так и выйдем в город. Понятно? У меня паспорт в чемодане. Ой, нет, в сумке. Желаю комендатуру города. Документы, пожалуйста. Долговоз Тошкина Мария Петровна. Город Москва. С какой целью в наш город? Как с какой? Так это, женюсь я, товарищ старший лейтенант. Прекрасно. Вот, невесту привез с родственниками познакомить. Он меня дядюшка доводит. Приболел. В Москву выехать не может. Вот, дядюшка. Держите. Всего хорошего. Господи, что это? Что? Здесь штамп о разводе, даты и номер ЗАГСа. Не в курсе. Я не понимаю, как же так можно? Это все равно, что по лицу ударить. Ну, подожди, ну, ты ведь сама говорила, а он тебе, ну, разонравился. Это я говорила, понимаешь? Я говорила о своем, или ты не понимаешь? Ну, я ведь, правда, ничего не знал. Честное слово. Марья Петровна, пожалуйста, возьмите меня под руку. Пожалуйста. Чего ж ты, Федор, о такой невесте не упредил? Ну, я... А можно платьице пощупать? Щупайте. Материальчик-то натуральный. И чулочки фельдеперстовые. Ой, я сейчас сдохну, девки. Да чё ты позоришься-то, мам? На работу опоздаешь. Люська, хватит. Да и то, правда, женщины. Ну, дайте людям вздохнуть с дороги и пройти. Да и самим давно пора. Трамвай специальному вам не подадут. Ну, это уж точно. Нам туда. Без подстаканников? Без. Дядя, а ведь у нас были серебряные подстаканники. Где они? Матушка твоя обменяла на пять кило еды. Значит, нет больше подстаканников. И чай не грузинский. Морковный. Да? А я чувствую, что ты необычный. Думала, что лепестки рос. Но всё равно очень вкусно. И заметьте, почти сладко. Вы, Машенька, чертовски красивы и интеллигентны. Спасибо. Я просто удивляюсь, как оболтус этот покорил сердце такой дамы. Замолчи, дядя. Евгений Анатольевич, а вы учёный? Ну, в сфере филологии я учёный. Ну, какая сейчас филология и лингвистика? Взглянем на положение вещей здраво. Пришлось уйти в прикладную науку. Здесь я скорее дилетант. Чем учёный. Вернее, учёный-дилетант. Но это не минус, отнюдь. Именно дилетанты своими свежими взглядами взрывали рутинёрство и догматизм профессионалов. Пожалуйста, дядя, перестань, а? Почему? Мне очень интересно. Да, Мик, интересно. Фёдор, когда я по чистой случайности, мимоходно, так сказать, оказался в заложниках, местной ячейки гестапо. Я нашёл собственный взгляд на проблему чрезвычайного значения. Только прошу помнить, это строжайшая тайна. Я тружусь над созданием органического стимулятора роста и развития культурных растений. Здрасте. Приехали. Пока не приехали. Но в процессе, дорогой племянник, сугубо научной терминологии вам, конечно, и понять. Конечно. Но если говорить вульгарно, мой органический стимулятор, внесённый в почву, сделает каждый стебель, каждый зерно, каждый плод в несколько раз крупнее обычного. Представляете, хлеба станет вдоволь, а? Больше 20 сортов батонов будет громоздиться на прилавках магазинов, на землю будут падать яблоки. Громадные вот такие. И все люди, наконец-то, насытятся. Подобреют. Да. Перестанут отбирать что-то друг у друга. Перестанут завидовать. Делить, убивать. Ты не боишься, что люди обожрутся, а? Дорогой юноша, моя задача создать материальную базу для счастья. А само счастье понятие надстроечное. Так что извините, творите сами. Как хочется маленького зелёного яблочка. Федя, скажи матери, пусть бегает на рынок и купит. Дядя! Нет! Перестань нести чушь! Не надо, не надо. Нет, 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 не надо. Я ничего, ты... Ты трудись. Трудись. Одна бедовода. В комнатах пованивает. Так открой форточку. Какая проблема, мальчик мой? В парке Чаир распускаются розы. В парке... Ну что, хочу вам доложить. Пикантная барышня. Видел? Когда? Издали так. И даже издали видно весьма пикантная штучка. Замашки, порода, спесь. Кстати, спесь, лейтенант, надо бы сбить. Спесь мешает работе. Или уже попали под чары, а? Ну, только между нами, а? Не знаю, товарищ майор. По-мужски попали, попали. Вижу, так это хорошо. Это хорошо. Искренность, страсть. Но главное, всерьез не увлекаться. Ну, потому что потом может быть больно. Потом это когда? Ну, всякое случается. Но главное, у нас допуск на гибель барышни есть. Если такая случится в естественном течении нашей операции. Допуск на что? Туповатый вы все-таки, лейтенант. Переспрашивайте что-то, переспрашивайте. Ну, сходу надо мысль ловить. Допуск на гибель. Ну, не от наших рук, разумеется. Нет, случайно. От случайности никто не застрахован. Постараюсь уберечь. Постарайся. Постарайся, играй. Люби. Если успеешь. На «ты» можно? Как прикажете. Ну, вот опять, как прикажете. Ну, не люблю я приказывать, не люблю. Во мне вообще больше, вот, художника, чем офицера. И знаешь, как художник, хочу тебе сказать. Старайся ощущать и чувствовать все вот кожей. Вспотел, принял душ, смыл все и утекло вместе с водой, безо всякого вреда. Не пускай чувства внутрь. Потому что, как только внутрь пустишь, становишься их рабом. В нашей профессии это недопустимо. Он, Лев Николаевич, тоже всю жизнь был рабом. Под конец жизни взбунтовал, сейчас пошел. И все. Умер человек. Какой Лев Николаевич? Толстой, Лев Николаевич. А-а-а. Знаешь что, со своей зазнобой-то там не засиживайся. Будь побольше на людях, в городе. На, вот, это тебе на расходы. Иди сюда, присаживайся. Вот здесь вот. Размешись. Садись. Ага. Там сумма уже проставлена, так что ты поставь подпись и перечти главное денежки. Денежки счет любят. Ну, давай, давай, давай. Ага. А где? Вот здесь. Птичка. Ага. Хорошо. Отлично. И сегодня же постарайся, будь добр, подай заявление на регистрацию брака. То есть? Чистая формальность. Ну, вот, вроде как это, подпись в платежке. Только там наш человек будет до 15.00. Постарайся, чтобы и я успел дать рекламку в газетке завтра. Я опять не понимаю. Да не надо ничего тебе понимать. Ты без понимания исполняй. Ты поверь мне, все будет замечательно. А вот теперь с этой минутки мы все личные контакты прерываем. Поэтому выйдешь через черный ход и, пожалуйста, больше военную форму не надевай. Ну что? Действуй, влюбленный Ромео. А уж клан Монтеки будет сопеть за твоей могучей спиной. Вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ну да, вот такая я. Сбежала. Пыталась. А при попытке стрелять можно? Не при оружии, знаешь ли. Беги дальше. Правда, не знаю, далеко ли ты убежишь? И к чему прибежишь? Ну беги, беги! Федя! Сказал же! Насемный, ничего у нас не получится! Ну прости, это глупость, детская глупость. Меня за твою глупость под трибунал. Тебя-то почему? Беспечность. Какое чудесное чувство. Не всем оно, по карману. Федор! 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 Прошу я! Здесь была школа, я в ней учился, теперь ей придется строить новую. А старую зачем сломали? А ее не сломали, ее подорвали. Люська сказала, ну, соседка, занятия в сентябре начнутся в бане. В бане? Места хватит? Да хватит, учеников-то мало. А мыться где же? По воскресеньям. А я знала одного архитектора. У него был проект в школу-дворца. С гигантскими скульптурами детей, которые играют на крыше. Во что играют? Я не помню, но представь себе, дети в три раза выше человеческого роста. Моему дядюшке по вкусу бы пришлось. Точно. А я его спрашиваю, почему дети играют на крыше, а не на земле? А он? А он говорит, небо за спинами играющих детей, это символично. Метафора. Смешно, да? Смешно. Тоже, наверное, лауреат. Кто? Ну, архитектор ваш. Твой. Разумеется, только лауреат себе мог позволить играющего ребенка в три человеческих роста. Весело жили. Да, весело. Почему ты думаешь, что примитивно и скучно жить — это добродетель? М? Да я ничего не думаю. Сколько он тебе платил? Кто? Да архитектор твой. Или как там у вас расчет происходил? Натурой? Или подарками? А тебе как платят? Натурой или подарками? Это не твое дело, парень. Тебе не перебить. Так что делай, что тебе приказали, и не хами. А я не хамлю. Я от родных по приказу не отрекаюсь. Значит, не приказывали еще. Скажут, отречешься от отца и от матери, понятно? Они мертвые. Значит, от мертвых отречешься. Дура! Придумай что-нибудь похлеще. Ты уже убегать пыталась? Взлететь попробуй! Правда ведь пристрелят! Да стой ты, нам не туда! Пусти, мне больно. Ну, я не знаю, я… Я не хотел так. Хорошо. Что дальше? Заявление. Какое заявление? На регистрацию брака. Нашего. Не я придумал, Маша, клянусь. Да я вижу, что не ты. За тобой Шекспир. Только трагедия Шекспира всегда заканчивается горой трупов. А у нас что, комедия? Да не, ну какая комедия? До трех надо успеть заявление подать. Ничего комичного. Ну что ж, тогда остается мелодрама. Куда идти? Туда. Пойдем. Оставь-ка нас минуточки на две. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА РЕЛИВАЮЩЕЙСЯ Давай адреса тех, у кого еще без денушки остались. Крупных никого не осталось, только середнячки доминички. Давай середнячков, давай мелочь. Нельзя условий игры нарушать, чичик, слышишь? Надо, чтобы картинка не рушилась. Какая картинка? Товарищ майор! Товарищ майор! Ну? Это, вы как вышли, а я гляжу, он вроде как помер. Да ты что? Ну и что? Он нам больше не нужен. Пост ликвидируется. Всем скажи, что с моей стороны никаких претензий не будет. Рана открылась. Смерть наступила в результате общей потери крови. Запомнил. Так точно. Ну и хорошо. Передашь это. Ступай, отдыхай. Заслужил. Ага. Так, все просто чудненько. Зарегистрировать мы вас сможем в среду в 12 часов. Так сказать, в торжественной обстановке. Как видите, в ЗАГСе у нас пока что все в неприглядном виде. В среду в 12? Ни днем, ни минуты раньше. Да, только так. А что вас, собственно, не устраивает? Нет, ну это так долго, я не выдержу. Держите себя в руках, невеста. Вы знаете, нам не нужна торжественная обстановка. Вам, может быть, и не нужна. А нам нужна торжественная обстановка. Как обстоят дела с белым платьем? Никак. Мне не положено. Вы же видели у меня второй брак. Ничего страшного. Тем более, что второй брак обычно бывает успешней, чем первый. Мы, так сказать, учимся и мудреем. Еще бы. А вы сколько мужей сменили? Ни одного. Зачем они вообще сдались? Простите, пожалуйста. Темный костюм с галстуком имеется. А он распорядится, ему отыщет хоть фиолетовый. Хватит тебе, а. Только тот, что на мне. Ну, ничего, сойдет. Кстати, не забудьте пригласить на регистрацию свидетелей с паспортами. Минуточку. Сычев! Сергей Сергеевич! Да пришли, вон, говорю. О, прочующиеся, а? Они самые. Отлично. Попрошу за мной. Так, проходим сюда. Встаем на коврик. Так. Так, внимание. Смотрим сюда. Так, 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 так. Внимание, внимание. Улыбочка. Оп! А мы долго будем сидеть еще на этой скамеечке? Если устала, пойдем домой. Домой? Домой? Ага. Домой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда ты меня тащишь, дружище? Пещера какая-то, ни черта не видно Приходили бы утром по-людски Ладно, иду Госпитализировать надо срочно В больницу и на стол незамедлительно Что? Так плохо Ну, рана сама по себе пустяковая Сквозная Но инфекция Сепсис у вас уважаемый Гангрена И что теперь? Ну, я ж говорю Ногу резать надо Увы Ну, 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 ну Режь. Режь. Тогда завтра утром? Сейчас. Сейчас режь. Да нет, что вы. Сейчас это просто невозможно. Такие вещи в стационаре делаются, а не в этой антисанитарной грязи. Я сказал, сейчас и здесь. Не надо, не надо пугать меня, уважаемый. Вы бредите. У вас температура, инфекция. Вы неадекватно понимаете положение вещей. Нужны инструменты. Анестезия, мы же пулю, а не занозу, все же в конце концов собираемся вытаскивать. Ну, можно же подождать до завтра. Я ж не знал ничего. А посыльный молчал, ни черта мне не объяснил. Ну, поймите, нет у меня с собой ничего самого необходимого. Нет, ну, хоть убейте, ничего у меня нет. Проводишь до самого дома, чтобы инструмент взял необходимый. Вон, Алексей Иванович. Еще в германскую газом травлен был. А все ничего, живет человек. А что с нами станет-то? Мы чай не пальцем делаем. И мне картошечку. Опа! Держи. Спасибо. Ну, за молодых! За здоровьем молодых! Давайте. Давайте. Во! Во, Машенька! Евгению Анатольевичу снесу. А рюмку отставить? Он и без рюмки-то. Ну, изобретает человек. Ну, вот и пусть изобретает на ясную голову. Чего хоть делаешь-то? Ну, подавитесь. Малого разбудишь. Люська-то просто невеста. Федор Александрович, грибочков подайте. Пожалуйста. Да, жизнь-то в столице поинтересней будет. Барахлишка не чета нашему. На. Марья Петровна, платье у вас просто шик. Сиськи б только побольше к такому платью-то. Мышь, ну ты чего? А что такого сказала? Федор Александрович, у нас мужчина молодой, видный. Мы за его переживаем. Скажите, а вы артистов живых видели? Видела, но всех не упомнишь. Многие в Среднюю Азию уехали. Так что же, спектаклей не было? Нет, спектакли были. Помню, в прошлом году Собинов пел в Большом театре. Пап, дыхай, я гармонь доносился в ресторазе. Пап! Давайте, может, мамкину? Угу. Летит пташка, канарейка, Да, летай, да, облаков, Да пропой, пропой ты песню Про девичью ты любовь. Да, пропой, пропой ты песню Про девичью ты любовь. Вы плачете, Зим. Не надо, зачем? Ну что ж, раз такое веселье, у вас есть гитара? Есть. Люся, давай гитару неси. Люся, вот вам надо, вы и бежите за гитарой. Ишь ты, паразитка, извините. Разнюнилась корова. Где там Федькин стратегический запас-то? Ну вот и гитара. Держите, Маша. Я грущу, Если можешь понять Мою душу доверчиво, нежную. Приходи же со мной попенять На судьбу мою странно-мятежную. Мне не спится Совсем по ночам Мысли мрачные сон прогоняют И невольные слезы качал Как приборная волна Прекладная Моя странно И дико Мне жду Без тебя Сердце лаской Любви Не соглят Спасибо. Дальше я сам Мне тут недалеко Я только захвачу необходимые инструменты И сейчас же вернусь Моя странно Моя странно Время 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 КОНЕЦ Раздевайся! Сейчас тебя ототруй, как новенькая будешь. Неудобно как-то. Может быть, я сама? Удобно, удобно. Здесь без привычки ты и сноровки только простудиться. Вода-то нынче из крана, только во сне течет. Ну, ничего, выживем. Батюшки, красивая-то какая! Кожа нежная. Аж трогать страшно. А мои тручонки хуже наждака, но для мытья в самый раз. Так, давай. Так. Вот. А хочешь, я тебе секреты открою? Тебе перед свадьбой полезно такие секреты знать. Ну, открой. Ну, только ты никому не словечко, ладно? Нет, что ты могила. Ну, секрет мой и смех, и грех. Вдовая Машенька и девиц сразу же. Как это возможно такое? Ей-богу. Колька-то мой перед свадьбой за мной шустро ухаживал, а я с ним строго. Ого. Соблюлась, да. А на свадьбе он так нажал, что ж на ногах не стоял. Не то, что ж там. Я и разозлилась. А злись, не злись. Чего взять пьяного человека-то? Наутро проснулся, глаз не поднимает. Услужливый ходит, конфузливый. Ну, прям как в кино. И шепчет, мол, мне, чтобы я отцу про срам не рассказывала. Я говорю, ладно, ладно, срам не будет. Но и тебе, миленький мой, вот фига с маслом на закусочку будет. Три дня он под боком лежал, копошился, ворочался, а я как крепость. Ну, а тут что-то на четвертый день жалко мне его стало. Аж до болезни чуть человека не довела. Ну, и значит, решила сдать позиции. Ну? Решилась под утро-то. А тут отец забегает, война кричит, началась. А Колька-то мой, как шофер, в этот же день за баранку и в Белоруссию куда-то сгинул. Пяти минут для греха не успели найти. Дура я, придуршина, докобенилась. Да ладно, будет тебе, Зин. Жизнь длинная. У тебя знаешь, сколько будет? Любви, детей. Не будет, не надо мне ничего. Вдова я вдовой и буду. А сколько тебе лет? Двадцать три. Не дашь? Нет, почему? Ты очень молодо выглядишь. Ты очень красивая, Зин. Не переживай. Мне кажется, прости меня, конечно, но это очень глупо. Это просто глупо. Не глупо это. Колька-то мой ничего не попробовал, и я не буду. Вот ты бы смогла предать погибшего человека, а? У тебя погиб кто-нибудь? Отец. Правда, не на войне. А на войне? На войне никто не погиб. Повезло тебе. Одной на тысячу. Радуйся. Я радуюсь. Ну, не заделаешь тебя. Жалко, водка закончилась, да? Да. А ты чего? Я ничего, мне просто мыло в глаза попало. Так ты это, водичкой. А есть еще вода? Еще давай. Хорошо. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТОНТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ТОНТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ТОНТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ТОНТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ба, Репников, а ты как здесь? Не спалось, товарищ майор. Гулял. Тревожно. Тревожно — это хорошо. Хорошо. А я уж было хотел за тобой наручного посылать. Трупы у нас опять. Снова жертвы. Чьи? Наши, Федор Александрович, наши с вами. Они на нас висят все, вот, до единого. А мы, оказывается, как вы выросились, гуляем, ходим. Сиди! А вы помните, как писал Бердяев? «Иногда хорошо идти по пути зла, ибо оно приводит к высшему добру». Почти готовый лозунг. Жалко, что вражеский. Но, по сути, хорошо, а? Хорошо? Плохо. Плохо дамочек одних оставлять ночами без присмотра. Лейтенант! Лейтенант! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!